схемы трехфазного электросчета в квартире или доме преимущества и недостатки каждой из схем всем привет вы на канале технических решений энергомаг меня зовут александр сегодняшнее видео будет интересно как для профессионалов в первую очередь так и в познавательных целях для любого человека поэтому я рекомендую вам просмотреть наше видео от начала до последней минуты чтобы не пропустить все важные детали и проверить себя если вы электрик или проверить электрика если вы заказчик готовы тогда поехали любой электрощит должен выполнять три основные задачи первое это защита кабеля от перегрузок и коротких замыканий с этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля они подключены к ним электроприбором как многие до сих пор думают при перегрузках срабатывает тепловой расцепитель и защищает от оплавления изоляцию проводки при явном козе срабатывает уже не тепловой а электромагнитный расцепитель вторая задача защита человека от поражения электрическим током который обеспечивается путем установки узо или диф автоматов и третья задача защита техники от перепадов напряжения к сожалению в наших сетях регулярно происходят скачки напряжения автоматы на это не реагируют так как просто не предназначены для такой защиты узо также не приспособлено для срабатывания от перенапряжений для этого понадобятся модульные реле напряжения на них выставляются определенные верхние и нижние пороги срабатывания по напряжению как только произошел скачок или наоборот резкое снижение параметра в электросети реле срабатывает и отключает электрощит от сети давайте вначале разберемся чем же отличается сборка трехфазного электрощита с условием обеспечения выше перечисленных задач от сборки однофазного понятно что однофазный щит на порядок проще трехфазного там есть только одна фаза ноль и защитное заземление в трехфазном к вам щит приходит те же ноль защитное заземление но уже три фазы с одной стороны три фазы дают возможность подключать гораздо большую нагрузку и получить у ресса большую мощность для подключения но с другой стороны это всегда несет и большие затраты плюс необходимость грамотного распределения нагрузки по фазам вы не можете по крайней мере это будет неправильно взять и подключить все приборы в доме на одну из фаз а две другие держать в качестве резерва это грозит перекосом нагрузки по фазам и соответственно перегревом кабеля в результате напряжение на одной из фаз будет низким а на двух других повысится на несколько единиц или даже десятков вольт конечно можно самого себя от этого защитить установив соответствующее оборудование например переключатели фаз а вот ваши соседи из-за неграмотного собранного трехфазного щита будут страдать причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации а именно из-за вашего электросчета поэтому главная задача и отличие от трехфазного щита это необходимость как можно равномернее распределительную грузку по фазам есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков не будем рассматривать самые простые с минимальным количеством автоматов там и так все понятно выберем более сложные по комплектации но в то же время достаточно универсальные связи с резким увеличением количества электроприборов в наших квартирах и домах такие схемы в последнее время приобретают все большую популярность первые рассмотрим схему с использованием диф автоматов какие преимущества такой схемы каждая линия защищена как от короткого замыкания так и перегрузок и токов утечки и все это одним аппаратом проще выявить проблемную линию при повреждениях отсутствуют нулевые шины и у вас есть полная свобода в группировке аппаратов в щите то есть легко распределять нагрузку по фазам это преимущество недостатки большие габариты щита и большое количество модульных автоматов ну и конечно высокая стоимость такого электросчета дифференциальный автомат это аппарат который устанавливается на отдельную линию как обычный автомат но еще включает в себя и защиту от тока утечки то есть диф защиту условно говоря сколько у вас будет отходящих групповых линий столько же понадобится диф автоматов это хоть и самый лучший вариант исполнения электросчета но и самый дорогой поэтому такая схема используется крайне редко при этом чтобы при возможных авариях понять от чего отключился такой автомат от утечки или козе рекомендуется использовать модели диф автоматов с индикацией причины срабатывания вначале схемы монтируется в одно устройство рубильник с него пускаете питание на реле напряжения далее через кросс модули разделяете нагрузку на диф автоматы каждый автомат подключаете к разным фазам если впоследствии кажется что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами перекинув провода с одной шинки на другую если вы не ограничены бюджетом то это наверное самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка вторая возможная схема сборки электросчета это узоидно полюсные автоматы какие преимущества такой схемы экономно требуется щиток небольших размеров к недостаткам можно отнести ненаглядную схему линий невозможность простого внесения изменений в перераспределение нагрузки по фазам наличие нулевых шин это один из простых и на более распространенных вариантов сборки трехфазных электросчетов объясняется это конечно его более низкой стоимости по сравнению с предыдущим вариантом однако такой способ не позволяет в будущем вносить существенные изменения в распред щит в первую очередь это связано с распределением нагрузки по фазам тот кто изначально проектирует щит он исходя из тех или иных соображений и технических условий делит соответствующим образом нагрузку по фазам исходя из предполагаемой мощности потребителей однако это все предварительное деление так как реального потребления никто не знает и только со временем путем замеров можно увидеть фактическую картину она может существенным образом отличаться от ранее спроектировать чтобы хоть как-то подровнять нагрузки приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка оставите как есть и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами прикос напряжения из-за неравномерной нагрузки нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием нуля перегруженные автоматы и как следствие подгоревшие контакты автоматов есть еще более упрощенный вариант трехфазного электросчета это схема комплектации и сборки трехфазного электросчета с водными узо и однополюсными автоматами преимущество самый дешевый вариант щит небольшого размена до 32 модулей недостатки практически отсутствует распределение линии отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам присутствуют нулевые шины возможно ложное срабатывание узо такой схеме используется всего одно узо на вводе кроме неотключаемых потребителей и уже далее нагрузка распределяется через однополюсные автоматы согласно пункта 2541 дбн б 2527 2006 украины на которой ссылается пулы украины суммарная величина токов утечки сети с учетом присоединенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1 3 номинального тока узо такое же требование есть стандартах других стран если же проигнорировать данное правило то вполне вероятно и ложное срабатывание узо при этом вы долго будете ломать голову думая сработало узо от защиты или же ложно поэтому лучше искать промежуточные схемы комплектации трехфазного щитка одна из таких схем это схема двухполюсные автоматы плюс кросс модули плюс узо какие преимущества такой схемы возможность легко распределять нагрузку по фазам наглядная схема удобное подключение питания и отходящих проводников отсутствие нулевых шинок недостатки большие габариты щита относительно дорого когда вы собираете щит по первому варианту на диф автоматах вы пропускаете через него фазный нулевой провод плюс отпадает необходимость в узо если по финансовым причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы группировать отходящие линии все равно придется на узо однако для того чтобы впоследствии все было ремонтопригонно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных автомата для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе четырехполюсных узо через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули после чего фазы распределяются по автоматам следующая схема это однополюсные автоматы плюс четырехполюсные узо плюс кросс модули преимущество такой схемы возможность внесения изменений по распределению нагрузки наглядная схема разумная цена щиток средних размеров недостатки наличие нулевых шинок фактически здесь получается некая смешанная схема с достоинствами и недостатками всех предыдущих условно несколько групповых линий будет жестко подключено на однополюсные автоматы без возможности внесения в будущее какие-либо изменения по распределению нагрузки но зато какую-то группу например розетки или освещения выпускаете таким образом чтобы через кросс модули в дальнейшем можно было поменять загрузку той или иной фазы все это делает трехфазный щит немного меньших размеров плюс гораздо дешевле зато он значительно выигрывает в ремонтном пригодности и в плане внесения изменений существующую схему электроснабжения дома или квартиры ну вот на сегодня и все по теме электрические схемы трехфазного электрощита если у вас остались вопросы или пожелания пишите в комментариях мы будем рады ответить если вы электрик напишите какие схемы применяете вы и почему мы будем рады узнать о вашем опыте если видео понравилось не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал и поделиться нашим видео среди своих знакомых и друзей и социальных сетях оставайтесь подписчикам нашего канала становитесь подписчиками нашего канала на нашем канале будет нескучно на нашем канале Будет интересно. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok